Первый литературный музей открыли в Рязани. Он посвящен жизни и творчеству Нобелевского лауреата Александра Солженицына. Напомним, что он прожил в Рязани 12 лет. Именно здесь писатель создал повесть «Один день Ивана Денисовича. Рассказы случаев на станции Кочетовка и для пользы дела». Музей находится по адресу улица Никола Дворянская, дом 24. На его создание выделили более 134 миллионов рублей. «Все сделано очень деликатно. Вот нет, мне кажется, ничего лишнего. Ни в застройке, ни в интерьерах, ни в подаче материала. Все очень композиционно, все очень строго, деликатно, тонко. Вот мне кажется, что Александру Александровичу это понравилось». Отреставрировали фасад и кровлю, обновили перекрытия, провели отделочные работы и многое другое. Собрали более 600 книг, а еще письма, архивные документы, фотографии, личные вещи писателя, аудио и видеоматериалы. Центр разделен на четыре большие зоны. Они рассказывают о творчестве Солженицына, рязанцах, которые стали прототипами его персонажей, литературной обстановке в России 20 века и истории самого дома, который с 19 века почти не перестраивался. «Такой взгляд у нас еще, наверное, представлен здесь в Рязани не был. Он очень широкий, всеобъемлющий и в то же время конкретный, персонализированный. То есть я считаю, что это очень замечательно. Это новое в музейном деле для нас, для рязанцев. И я уверен, что у этого проекта очень большое будущее». Один из залов посвящен передовому журналу своего времени «Новый мир», в котором печатались писатели, взгляды которых не совпадали с партийными. Именно здесь публикуются первые рассказы Александра Солженицына, и он получает славу писателя. В соседнем зале можно увидеть, как Александр Саевич конспирировал свои труды, в частности, наработки по книге «Архипелаг ГУЛАГ». Вход шли тайники в стенах и даже телевизоре. «Несколько рукописей было. Какие-то рукописи действительно попали в руки цензуры и, собственно, были изъяты и уничтожены. Но часть он все-таки смог сохранить. И уже потом это протекает в самый здат, перепечатывается, перефотографируется и начинает потихоньку распространяться среди людей. И уже позже он издается уже на бумаге, в обложке, и таким образом попал в свет». Стоит отметить, что Александр Солженицын – нобелевский лауреат. Премиум по литературе он получил за неутомимый дух возрождения русской литературы и доблестный труд. В его произведениях многие герои написаны с реальных людей. Среди них крестьянка Наталья Климова. «Была обычная лизанка, потом попала уже в террористические группы, участвовала в покушении Столыпина и была арестована. Вот такие вот люди, они и стали прототипами героев Красного Колеса. Ну и, собственно, о Рязанищине в Красном Колесе Александр Солженицын всегда писал именно как о такой настоящей России и как о том, как вот эти все события там отобразились». Музейный центр будет встречать не только жителей города. В планах – экскурсии для школьников всей страны. В 2020 году музей Солженицына войдет в национальную программу «Моя Россия». Ждут и зарубежных гостей. Для этого презентация центра состоится во Франции и Бельгии в рамках проекта «Русские сезоны». Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».